Открытие летнего лёгкоатлетического сезона, посвящённое памяти Владислава Кугукина, прошло в парке Зернова. На старт вышли как дети, так и взрослые спортсмены. Для участников были предусмотрены дистанции 500 метров, 2,5 и 5 километров. Владислав Кугукин – тренер, воспитавший целую плеяду саровских лёгкоатлетов самого высокого уровня. Его ученики становились мастерами спорта, были членами сборной команды страны и сборных команд среди ветеранов, чемпионами области, России, Европы, призёрами чемпионатов мира и всемирных игр. Как вспоминают его воспитанники, он был человеком, который полностью отдавал себя любимому делу. Открытие летнего лёгкоатлетического сезона традиционно посвящают памяти великого тренера. Сегодня у нас проводится открытие сезона, посвященный памяти Кугукина. Открытие сезона у нас проходит уже более 30 лет, а посвященный памяти Кугукина – это вот завтра 10 лет, как его не стало. Это наш тренер. И у нас план календарь соревнований очень большой на этот год. То есть у нас 4 соревнований городских и 6 выездных. На трассу в парке Зернова вышли спортсмены РФЯЦ ВНИЕФ и городских организаций, дети, студенты и все желающие горожане. Погода была переменчивая с прохладным ветром, но и это не испугало любителей спорта. Участники пришли на открытие сезона с позитивным настроем. Для кого-то забег стал хорошим поводом активно провести выходные, а кто-то решил оценить свои силы перед серьёзными соревнованиями. Увидел объявление ВКонтакте, что будет забег такой, старт сезона, решил поучаствовать. То есть вы увлекаетесь бегом, да? Да, бегом, лыжами, плаванием. Просто прийти, посмотреть на людей, пробежаться в своё удовольствие. Пришёл, потому что старт интересный, открытие сезона. У нас мало таких стартов проводится по асфальту. Это считается как шоссейный бег. И тем более скорость соревнований на следующей неделе. И это хорошая прикидка, чтобы пробежать и уже лучше узнать свою форму и подготовиться к следующему старту. Сначала на старт вышли дети до 18 лет. Они соревновались на дистанции 500 метров. Затем организаторы дали общий старт для взрослых спортсменов. Женщины бежали дистанцию 2,5 километра. Мужчины – 5 километров. Участники пробежали по мосту Захарова. Через авангард спустились к левой набережной реки. А затем через Маслихинский мост возвратились к точке старта. Победители и призёры забега получили награды и дипломы. Открытый лично командный чемпионат города по плаванию прошёл в бассейне «Дельфин». В заплывах соревновались мужчины и женщины, юноши и девушки из предприятий, организаций, учебных заведений города и спортивной школы «Икар». Открытый лично командный чемпионат города по плаванию проходил в три дня. В соревнованиях участвовали коллективы физкультуры города и команды тренеров-преподавателей бассейна «Дельфин». Мужчины и женщины, девушки и юноши плавали в личном зачёте. А также представляли команды, предприятий, организации, учебных заведений города и спортивной школы «Икар». В программе соревнований 14 индивидуальных дистанций и 8 эстафет. Вот ещё нижегородцы у нас приехали, детишки, Приобский район приглашали многих и другие города. Мы постоянно приглашаем другие города. Вот у кого есть возможность, те оформляются, приезжают. Сейчас вот на данный момент Приобский район. И ещё некоторые люди чисто сами индивидуально. Пловцы участвовали в смешанных эстафетах. Эстафетах «Микс», «Вольный стиль», «Брас», «Спина» и «Баттерфляй». На индивидуальных дистанциях возрастных групп не было. Пловцы соревновались в абсолютном первенстве. В течение года Городская федерация плавания проводит до 18 соревнований. Также пловцы пробуют свои силы и на выездах. Саровчане показали достойные результаты на открытом чемпионате России по плаванию в категории «Мастерс» в Обнинске. Там мы завоевали нашу команду. Из 21 человека завоевало 20 медалей. Это 16 в индивидуальных дисциплинах. И одна женская эстафета. Ближайшие ветеранские соревнования спартакиада Нижегородская. Областная спартакиада плавцов-ветеранов. Это старше 40 мужчин и женщин старше 35 лет. И плюс спартакиада пенсионеров. Также планируются и другие областные выезды сборной команды города. Осенью состоится Кубок Сарова по плаванию. В самый меткий. В Сарове завершилось первенство Нижегородской области по пулевой стрельбе из пневматического оружия. Соревнования проходили три дня. Спортсмены стреляли из винтовки и пистолета индивидуально и в смешанных парах. Владислав Ильин занимается стрельбой уже 4 года. Один раз попробовал и больше не смог отказаться от увлечения, несмотря на сложные тренировки. Стоять по несколько часов в день в плотном снаряжении с тяжелой винтовкой, особенно после уроков, порой настоящее испытание на прочность. Большая нагрузка, ты приходишь, в день по два часа стоишь с винтовкой, весит 6 килограмм, или там бывает 5. Большая нагрузка на руки идет и на спину. Стрельба все равно приносит удовольствие. По словам Владислава, занятие позволяет развивать физическую форму, концентрацию и меткость. Он регулярно участвует в соревнованиях, совершенствуя свои результаты. В этот раз среди юношей стрелков из пневматической винтовки 60 выстрелов, Влад стал третьим. Лучшей среди девушек 40 выстрелов стала Кристина Захарова. Занимается школьница всего полгода. Мы с семьей ездили в Редничок. Там мы стреляли. Мне очень это понравилось. Папа сказал, что хочу заниматься стрельбой. И папа договорился, теперь я здесь тренирую. Сначала не очень хорошо, потом стало лучше. Первенство Нижегородской области по стрельбе из пневматического оружия в Сарове проводится ежегодно. Соревнования прошли в три дня. Первым спортсмены состязались в дисциплине винтовка пневматическая. Во втором стреляли из пистолета. Третий день для смешанных пар стрелков. Две возрастные категории. Юниор. Юниор это 2004-2010 год и 2001 ты моложе. Задача показать свой мой лучший результат. То, что они натренировали. Два месяца назад были городские соревнования. У некоторых ребят результат улучшается. Областное первенство – отборочное соревнование на всероссийский этап, откуда можно попасть далее на финал спартакиады школьников. Он пройдет в августе в Казани. Мастер-класс от известного хоккеиста Данила Сувунова прошел в Ледовом дворце для воспитанников спортивной школы Саров. Ребята отточили броски, катание и командное взаимодействие. С секретами мастерства с подрастающим поколением поделились также игроки ХК «Саров» Денис Китаев и Сергей Клепнев. Данил Сувунов начинал свой спортивный путь на Саровском льду. В секцию хоккей он пришел в три года. В 11 лет уехал в Пензу и выступал за «Дизель». Мастерство юного хоккеиста позволило ему выбиться в высшую хоккейную лигу. Затем Данил перешел в хоккейный клуб «СКА» Санкт-Петербург. Дебютировал в континентальной хоккейной лиге в домашнем матче против «Фитязя». А с сезона 2023-2024 перешел в торпедо КХЛ. После чего в Металлург, Новокузнецк, ВХЛ. Хоккеист поделился с воспитанниками спортивной школы «Саров» секретами мастерства и рассказал про свой путь в большой хоккей. Начало моей карьеры, старт. Я всегда с теплотой приезжаю в этот Ледовый, в этот город, в принципе. И вот с ребятами покататься мне прям за радость. Супер-голос, секрета нет. Это каждый день, благотворная работа. Не жалеть себя, отдаваться полностью. И тогда все у тебя получится. В спортивной школе «Саров» несколько дней проходили мастер-классы с Данилом Савуновым, а также с игроками ХК «Саров» Денисом Китаевым и Сергеем Крепневым. Цель таких встреч – не только оточить броски, катание и командное взаимодействие, но и замотивировать, вдохновить подрастающее поколение хоккеистов. Эмоции зашкаливают, когда встречаешь великих русских хоккеистов. Это очень интересно. Они рассказывают о себе, о своей биографии. Это впечатляет, хочется стать таким же, как и они. Ребята молодцы, показывают основные правила, как играть, объясняют все, как правильно делать улитки. Это разворот в двух ногах на месте. Данил Савунов – не единственный воспитанник спортивной школы «Саров», который стал профессиональным хоккеистом. Саровский хоккей воспитал целую плеяду сильных спортсменов. Воспитанники школы в разные годы становились победителями зональных соревнований Первенства России и Международного турнира. Все эти достижения – яркий пример того, что мечта реальна и достижима. Участники мастер-класса и все желающие могли получить автографы от Данила Савунова, сфотографироваться и пообщаться с хоккеистами. В Сарове стартует проект «Спорт каждый двор». Инструкторы Центра внешкольной работы будут проводить занятия на спортивных площадках под открытым небом для всех желающих. Возраст и уровень физической подготовки значения не имеют. Площадки проекта. Спортивный комплекс в сфере 22 микрорайона на перекрестке улиц Садова и Павлика Морозова. Понедельник, вторник, среда, четверг с 16 до 19 часов. Спортивная игровая площадка на улице Курчатова – 6. Вторник, четверг с 10 до 13 часов. Спортивная игровая площадка на улице Силкина – 20. Понедельник, среда с 9.00 до 12.00. Занятия бесплатные. «Спорт в каждый двор» реализуется в рамках федеральной программы «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова